Книга очень важная. Важная? Почему? Потому что вот еще. О! Так, а почему она важная? Потому что она вот с картинками такими. С картинками такими? Да. А давай мы покажем девочкам, как эта книга называется. Давай? Да. Да. Как работает тело? Вот. И мы время от времени ее читаем. Конечно, девушке не все понятно, но... О, это. Да, мы объясняем. Читание. Потому что вот, например, дыхание и частота сердечных сокращений. Я читаю. Ему не все понятно, потому что, например, он не понимает, что такое сердечные сокращения. И как информация из мозга там стимулирует. Поэтому, когда показываешь и говоришь, что это, например, легкие, что они помогают человеку в дыше... Это кишечник. Это кишечник. А это? Это легкие. Это мозг. Какая-то уже железа. Это... Это ночевой пузырь. Это мышцы. Где мышцы, покажи. Правильно, молодец. И вот в таком формате, видите, тут... Ну, прикольная книга. Конечно, она не для такого возраста, как Демка. Но для Доминики, для меня даже, скажу вам честно, очень интересная книга. Огой! Горло. Сейчас найдем горло. Вот. Напишите в комментариях, какие книги любят ваши дети. И я хочу снять отдельное видео о книгах Демида. Хотите? Напишите в комментариях. Мы сегодня с Никой. Она целый день монтирует видео. Она сняла два видео. Да, Николь? Какое? Про... Ну, увидите, короче, скоро. Нормально. Я делала так. Я ее прошу снять видео про печенье. Она написала пост в Инстаграм. Я его прочла и говорю, Ника, ну, это крутая идея для видео на самом деле. Как утолить вообще голод. И, ну, она просто сравнила как печенька, да, но... Печенье и как его победить. Да. Как вообще? Я так почитала, я просто знаю, что, да, некоторые моменты я проходила сама. И, как бы, вы знаете, да, что я худая и я ем не три раза в день. Иногда бывает такое, что я хочу кушать. Но у меня нет под рукой ничего. Есть, например, только вода. Я вот делаю пару глотков воды и вроде бы голод уталяется. Один из лайфхаков. Ну, вообще, короче, Ника хочет снять такое видео. Я Нике вот говорю, давай снимай. Также я сегодня сняла видео... Нет, не новогоднее. Рум-тур по комнате. Не надо, не надо. Я очень быстро, никто ничего не заметил. Да, я очень хотела бы, чтобы вы посмотрели это видео, потому что комнатка маленькая, но она сделана с... Умом и умением. С теплом, скажем так. С теплом, потому что... Уютом. Да, уютом для себя, по моим возможностям. Потому что, вы сами понимаете, идет ремонт большого дома, и, как бы, в основном все деньги вливаются туда. Конечно, тут я тоже стараюсь, я сделала потолки и так далее. Потолок. Да, вот. Там люстры купить, там, то, там, то, по мелочам, по мелочам. И, как бы, ну, в общем, мы уже, вроде бы, почти все сделали, но все равно домик маленький, а нас много. Но это такое, это в другом видео будет. Вот. И в том видео будут вот эти вот шаштучки. Они все прикольные, да. Аба. Красивые. Да. Особенно если... Вот, положи. Ой, красота. Да, очень классно. И это все будет в видео... Рум-тур. Рум-тур по комнате. И сейчас я вам что хочу еще показать. В инстаграм девочки очень меня просили, потому что мама... Я оставляю, кстати, ссылочку. Мама завела свой инстаграм. То есть мы завели ей инстаграм, а она им занимается. Занимается, скажу вам честно, слабо. Плюс она еще лежала в больнице, поэтому ничем не занималась таким. Но я вот маме говорю, мама, что-то выложила? Нет, еще. Говорю, выкладывай. Вы мне сделаете типа... Я говорю, нет, сама, да, ну сама. И как бы чтобы не мы занимались ее инстаграмом, а чтобы она сама занималась им. Что это? Я хочу достать вот это сердечки деревянные. Это можно использовать в келочные игрушки, но они уедут в другую страну. Ну, я проговорилась. Вы же знаете, да, каждый год обмен... Мама. Да, обмен... И ты уже знаешь, кому ты. Я знаю, кому отправляю. В другую страну. Да. Я не знаю, от кого придет мне. Кофе? Ну, Николь, зачем ты спрашиваешь? Я же все равно не отвечу. Вот, поэтому я начинаю потихоньку собирать подарки. Вот один из них я отправляю. Это елочные игрушки, и там есть детки. Один или два не скажу, может быть больше. В общем, чтобы они могли разрисовать, и представьте, на елочке будут вот такие вот игрушки висеть. И я хотела, почему вам залезла фотография, я хотела вам показать маму молодую мою, потому что когда завела я инстаграм маме, и мама начала вкладывать там свои видео, и в моем инстаграме есть фотография с мамой, все начали спрашивать одно, что, ой, Аня, вы так похожи, покажи фотографию маму молодую. Вот, я показываю. Вот, и тут есть мой старший брат, вот мама тоже, тут кто-то на в очках. Вот моя мама с моим папой, и они просто между собой очень похожи, поэтому когда спрашивают, на кого похожа я, ну, как бы сложно сказать. Вот, это я, такой пухлик. Вот эта фотография, кстати, вообще на тебе похожа, серьезно? Ну, вы можете, да, определить, чего? Мне кажется, очень похожа. Я очень похожа, то есть Дема на меня очень похожа. Пупсик. Прям пупсик-пупсик. А это... Привет. Это Никулечка из Кристины. Так, сейчас я вам уже тоже кое-что покажу, все-таки, раз уже на то пошло дело. Это я, мама, моя сестра Зоя и Петя. Давай мы сделаем так, давай ты снимешь отдельное видео, да, мои фотографии. На самом деле здесь очень много фотографий, семейных и свадебных, и где Демка маленький, и где моя мама. А если еще из прошлого дома привезти наши альбомы? Да, то, в принципе, я могу снять отдельное видео. Боже, мы тут с мужем бывшим такие смешные, о, боже. Вы хотите такое видео? Напишите в комментариях, если хотите, то я сниму. Но комментариев и лайков должно быть много, правда. А давай поставим, сколько должно быть лайков? Границу? Да. Ну, лайков мне, по-моему, максимально ставили там около, там, может быть, 400. Давайте 500 лайков. Мне кажется, это немного, тем более подписчиков 27 тысяч, я думаю, 500 лайков это немного. Вот будет 500 лайков и ваши запросы, то я сниму такое видео, я покажу вам фотографии, которые здесь есть. И, наверное, повыбираю еще самые такие смешные, чтобы прям все не показывать. Чтобы было весело. Так что, давайте в комментариях. И еще есть у меня такой мой альбом, где я маленькая, мама говорила, что я была жутко страшная, когда я делала, что она расплакалась и говорит, боже, неужели это мой ребенок? Да. Я вам в этом видео расскажу поподробнее разные истории и даже подключу маму, чтобы она тоже рассказала. В общем, будет, мне кажется, очень весело и интересно, если вы захотите. Так что, давайте. А сейчас будет создаваться новая поверхность для компа. Я долго думала и решила его обклеить. На самом деле, мне очень хочется мак, и он мне нужен для работы, но пока у меня его нету, пока я на него собираю. Вот, я хочу обклеить этот комп разными. Да, и такого формата тоже. Ну, вообще, какие наклейки есть, такими и буду обклеивать. У Ники взяла. Тут более 800 наклеек. Дефектив, я распутывая дело. Ну, уже 797. Да, тут Ника тоже использует наклеечки. Вот они разные. Это тоже наклейки? Да, это с наклейки. Надо его протереть, снять с него жировую... Ой, просто не еду, как это назвать? Да, вот таким вот средством. Это специально для поверхности. И начинаем. Давайте там идем, игрушечный. Ты не обижайся. Объясню тебе. Смотри, это ровненькая такая, гладенькая, а это будет пупырить. Посмотри, какая плотная. Видишь? И что? Ну, посмотри тебе целый... Где блокнот? На. А, смотри, сколько тут наклеек. Клеить не хочу. Бей. Ну, не обижайся. Позно. Я же тебя ничем не обидела. Ты не дала мне сделать, а тоже хочу. Ну, так мы договорились наклейки клеить, а не делать наклейки. Делать гораздо интереснее и инвлекательнее. Можно даже не один шар приклеить. Я сначала согласилась на корабль со свиногом, а потом вспомнила о том, что все наши мысли мы мы... Ну, они материальны. И знаете такое, как карта желаний, да? Вот сейчас я начинаю это делать, ну, и как бы визуально я клею то, что мне нравится. И тут корабль со свиногом, который рушит этот корабль. Ну, я говорю, ладно, Ник, давай приклеим. А потом я резко вспомнила о том, что вот эта вот поверхность, и я работаю на этом компе. Это отчасти как карта желаний. Ну, все-таки оделась. Туфли. Оттоптанные. Да, кстати, чистить надо сразу после того, как ты пришла из школы. Нет, нет. Если что. Пальто, которое она отобрала у меня. Просто я вцепилась в него, говорю, не отдам, не отдам. А она говорит, не отдашь, отдашь. Ладно, на самом деле у нас два похожих, поэтому я ей одно отдала. Вот, пальто, туфельки, очень красиво, мне нравится. И теперь чуть-чуть расстегнись, покажи, какая ты в школе ходишь. Блузку мы купили в Катоне. Вот эту вот, которая находится, Катон, в Sky Mall, да, по-моему? Да. Вот, и юбку мы купили в... В Нью-Йоркере. Да. Вот, так что, в принципе, девчонки, если вдруг вам понравился Никин образ для ваших девочек или для вас, для работы, потому что у Ники вся одежда... И взрослого отдела. Да, взрослого отдела, то есть это эски, и вы, в принципе, можете брать, как, можно сказать, за идеи, потому что, например, вот эта блузка, я уже у Ники ее одалживала, мне она очень нравится, очень красивая. Так смотрится, здорово. И юбка тоже прикольная. Ну, и пальто, и вот эта ее коса, и, в общем, вообще она красотка. Как вот так вот. Некрасиво, правда? А теперь вот так. Красота? А? Я пока. Да-да-да. Я собралась идти гулять, но машину я поставила на СТО, и все выходные я не выясная. Но есть такая служба, как такси, это первое. А второе, то, что я, вот тоже голова два уха, я забыла, я хожу в спортзал, и свою косметичку я оставила в машине вместе с сумкой для спортзала. А там вся моя основная косметика, которой я пользуюсь, то есть все мои кисточки. И сейчас я крашусь тем, что приходится. Вроде бы кисти есть, но к ним надо привыкать. Помадка есть для бровей, но, опять же, и ты такая, а-а-а-а. И ты думаешь, блин, у тебя дофигища косметики. Реально. И тебе нечем краситься. Это как с одеждой. Ника, что мне одеть? Мне нечего одеть. Ну вот, девочки, реально. Чем мне краситься? У вас точно так же, да, вот когда вы привыкаете к чему-то своему одному, к любимой кисточке, к любимой помадке для бровей или теней для бровей, и вдруг их рядом не оказывается, у меня такая, я открыла, а-а-а, сумка, паника, паника. А потом, блин, у тебя же много косметики, расслабься, найдешь, чем накраситься. Вот сижу, выхожу, сижу, сижу, выхожу, стою, выхожу из положения вот как бы таким способом, да. И это только маленькая часть, в которой я крашусь. У меня при этом есть еще вот здесь, и вот здесь, и вот здесь. Ой, ах, ты злюка маленькая, маленькая злюка, 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 злюка. Ай, мама, царапулька. Это, видимо, точно миллионы просмотров, потому что здесь есть кот. Кот, 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 кот. Я большая мыша, нападаю на тебя, маленького котеночка. Морг, ты такая красивая, агрессивная. Смотри, 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 в считанные секунды вернулся в изначально. Ливи, ты кот этот, как его. Простайтесь, всей кровью прорастайте в них. И каждый раз на век прощайтесь. И каждый раз на век прощайтесь. Вот, я тут, смотрите, у меня столько книг, я слегка растерялась. Проблема в том, что я читаю в основном на русском, но понимаю там, что надо все менять. Все надо менять, так что, Домининке, дочери своей, я скажу, чтобы как можно больше читала книг на родном языке. Это книжка от шести. Это от шести. Для самостоятельного чтения. Возможно, там и раньше можно читать. Но читать самостоятельно от шести лет. От шести до одиннадцати. Даже до двенадцати книжек. Интересная история с этой книгой. Но это какая? Какая? А собственник Кипрау сказала, что никаких иллюстраций в книгу делать нельзя. Почему? Ну вот, очень часто такое бывает. Да? Да. А мы сделали вот такое, послали авторке. И она думала. И автор сказала, ура, я хочу, по голландскому изданию тоже были такие иллюстрации. А вот это, а вот это нашему сыну шесть с половиной лет. Это мне шестьдесят. А я вот хотела сказать, но так постеснялась. Почему? У меня дочке тридцать четыре года. И сыну шесть. Это шикарно. Вы большой молодец. Супер. И вот он уже с удовольствием послушает. Это особенная книжка. Автор умер в 1933 году. А что это автор? Японский. Кензи Миядзава. Сегодня это самый тиражный японский автор. Да вы что? А что же там такого? У него восемь томов вышло уже. Когда он умер, у него нашли друзья. Я две малюсенькие книжки, изданные поэзией. Он поэзии издавал. И рукописица. Он был агроном и учитель. И вот здесь, здесь, тут написано сказки. Но это в самом деле притчи. Притчи это очень круто для детей. Да, это притчи и нигде нету хиппиэнда. Ходит жизнь потом. Та-дам. Вот он, финал. Да, это ноутбук. Его не видно за наклейками. Мы, конечно, обклеились некой все. Вот такая вот штучка. Это наклеечки. Потому что не хватило. Хотелось разнообразить, с разными надписями. Вот видите, тут с телефончиками, с всякими-всякими прибамбасами. И в Гулливере есть. Стоит 320 гривен. Вот сайт, если кому надо. И там много разных наклеек. И мы тут с Никой вообще обдирали их. Вот. Много всего. А, реклама. Капец, просто какой-то. Она меня напугала. С этим голосом. Ляпы. Ляпы. Луч. Теперь я думаю заново снимать. Я не помню. Я с перепугу не помню, что я закончила. Вот. Я знаю, что не каждый смелится так сделать. Я первое время, когда видела ноутбуки обклеенные у кого-то в заведениях, я думала, зачем они это делают? Для чего? Но на самом деле это очень даже мило. Это тот случай, когда мне сейчас для работы очень-очень нужен макбук. Для монтажа именно в iMove. Там больше функций. Но у меня пока нет возможности его купить из-за ремонта. Но он будет. Просто чуть-чуть со временем. И вот, знаете как, у меня ощущение, как наклейки. Вот наклеили с Никулькой. Ощущение, что это прям новый ноутбук. Вот вам честно говорю. Если вам что-то надоело, это не обязательно в технике. Вообще. Даже в одежде. Попробуйте ее слегка поменять. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!